Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радки, наш канал Взгляд с Небесной, сегодня необычная студия, у меня в гостях сегодня епископ Андрей Матюжов. Андрей, привет, тебе давно не виделись. Да, и самое главное, интересно, где мы увидели все. Слушай, ты два месяца был в Корее, учился, и я знаю, что могу тебя поздравить с очень интересным таким. Даже не знаю, как назвать, ты кто, ректор, проректор, теперь духовный семинарий. Да, я как бы директор духовный семинарий. Так, вот я вижу, ты даже захватил свой революционный семинарий, теперь возглавляешь, давай покажем зрителям, не просто так. Да, да. Тебя критикуют, что ты с ошибками пишешь, но это не помешало стать директором семинария. Ты знаешь, у меня 11 учителей в церкви, и они такую вещь говорят, а когда выходит день учителя, они меня поздравляют. Я говорю, я с ошибками пишу, у нас даже есть физики, химики, тоже пишут с ошибками. Самое главное, учитель русского языка не должен писать с ошибками. А вы, говорят, духовный учитель, и учитель у нас очень хорошо. Поэтому, вот так вот. Расскажи, что интересно в Корее давно? Ты два месяца, правда, давно вы вообще любите? Ой, если говорить насчет Кореи, конечно, что интересно, это интересный подход вообще к самому моменту христианства. То есть, я не говорю, что это прям все в Корее, да? Ну, очень много церквей, это прежде всего. Во-вторых, верующие, они берут анализ как своей страны, так своего города. То есть, иными словами, они берут в духе ответственность за свой город. Потому что у них, знаешь, тоже есть неспокойный сосед рядом, который постоянно, нет-нет, пытается угрожать, что он там начнет войну с ними. И они понимают, что все битвы, мы же священники, они сначала происходят в духе. И поэтому, если церкви не будут духовно сильными, если церкви не будут брать ответственность за свою страну, за свои местодействия, то рано или поздно может произойти война. Поэтому они действительно, они постоянно сосредотачиваются на том, чтобы в духе быть сильными. А когда мы говорим, что в духе сильным быть, это не значит, что там только молиться за это, потому что некоторые говорят, что в духе быть сильным. Чтобы быть духовно сильным, надо, прежде всего, не позволить нечистому духу в самой Корее развиться. Потому что там же тоже буддистская страна, там тоже есть шаманизм. И поэтому мы знаем, везде, где церкви становились слабые, мы с историей, то рано или поздно, ну, как говорится, происходили конфликты. Поэтому Иисус такие славы сказал, если соль потеряет силу, что сделать ее абсолютно? Если церковь, она не духовная, слабая, то рано или поздно демоны поднимаются, они начинают обладевать власть имущими. Ну, а если власть имущие наполнены, как говорится, нечистым духом, то мы знаем же, что дьявол что, приходит украсть, убить и погубить. Поэтому мне эта концепция очень сильно нравится, потому что концепция отличается от российских церквей и многих церквей, которые сегодня как в Америке, так и в Европе. Но в России вообще проблема с этим, видишь, взгляд на войну, ну, или на военные действия, неважно, где войны происходили, он чисто плоской. Никто не смотрит, что за этим стоит. Никто не хочет, даже из пасторей и епископа, никто не хочет рассуждать на эту тему, бояться. Какие духовные силы за этим стоят? Почему именно в этот момент времени все это происходит? В чем воля Божья в эти моменты? Вот такая большая, большая, на самом деле большинство пасторов, они на самом деле не имеют теологического образования. Ну, это факт. Поэтому все, что происходит, мы смотрим, да, они пастори, они даже не понимают такие вещи, что как дьявол действует в цена противлениях, то есть как выявлять вообще замыслы сатаны, в чем они проявляются. То есть они в большинстве переходят на принцип, кто виноват, жена, которую ты мне дал, тот виноват, этот виноват. Всегда надо смотреть следующее, чему нас Библия учит. Во всем, что происходит на земле, виноват и церкви. Потому что Иисус дал власть церкви, разрушение ладьяма. И если церковь не исполняет свою функцию, не становится солью или светом на этой земле, то страна начинает погибать. То есть, ну, как бы, идем от малого к большому. Если, как говорится, достаточно в семье одного человека сильно, духовно сильного, то в семье будет порядок. То есть он будет гадить конфликты, будет призывать к миру и так далее. Если два человека плацких, они постоянно будут ругаться и потом будут пройти к войне. То есть как в семье, так же это и в стране. То есть что происходит внутри человека. Поэтому я сколько делал в этой самой передаче, я всегда говорил, что во всем виновата церковь. И надо провести анализ церкви. Это первое. Второе, что надо всегда понимать, и Писание говорит о чем, что за каждым сильным руководителем, за каждым президентом, губернатором стоит какое-то духовное лицо. Вот, например, я смотрел твою передачу, да? Мы видим, что за Владимиром Владимировичем стоит целый ряд духовных лиц. Мусульмане, староверы, православные, протестанты. И они со своей духовной позиции говорят ему, будет с ним Бог или не будет с ним Бог. Можно ему воевать или не можно воевать. То есть, иными словами, ну, как бы, и это мы так же можем читать и в Библии. То же самое, там, за фараоном стояли, как говорится, видите, как их называют, жрецы. И всегда-всегда за каждым царем стояли, даже вот за Гитлером, если посмотрим, у него были свои храмы, свои священники, своя миссия. Поэтому всегда надо смотреть, как нам, как верующим, даже не на того, не на руководителя, кто все развязан, а на тех людей, которые сзади стоят. Потому что, вот, например, если сзади фараона стоял Иосиф, он спас весь мир тогда от голодной смерти. Даниил стоял сзади, он тоже совершил большие работы. Поэтому наша задача, почему проповедование, что вот, кстати, в коллегии делают, они говорят, важно молиться, чтобы духовные сильные люди, знающие благую весь, посвященные Христу, могли бы смело сказать власть имущему, по какому пути не стоит идти, чтобы не было беда ни тебе, ни твоей стране, ни твоему народу. И люди должны обладать духовной силой, как, как говорится, как различать, что от Бога, что от Неброна, так иметь духовную силу сказать. Потому что, ну, я, как бы, знаю такой момент, некоторые люди, они говорят одно, а в колуарах говорят другое. То есть, а это о чем говорят? Нет духовной силы. То есть, они знают, как правильно, но нет мужества сказать. Значит, вот так, такие вот дела. Нет уверенности. Но, тема духовного мира, она вообще как-то ушла из церкви. Никто не старается даже проникнуть в это. Вот в семинарии учат, Владимир? Да, абсолютно. Понимаешь, вот, допустим, чтобы, допустим, спасти город, нужно, допустим, вот город состоит из семи аспектов. Это социально неблагополучные люди, это некоммерческие организации, это культура, это образование, это элиты. Это там, элиты, все входит, и бизнес, и все там административные, иммигранты и беженцы. Политики входят? А вот это элиты есть. Это элиты есть, кто принимает реликальные решения. И важно, действительно, чтобы церкви, божьи люди, вошли все в этой структуры. А ты жаль же, что по элитам в российской церкви существует мнение, что политика грязные дела, туда лезть не надо. Это же большинство, и не только здесь. Вот бывших советских странах, мы с тобой сейчас были, смотрим, и есть в определенных странах. И видим, что общее это понимание такое, не лезть, а то испачкаешься. Это мы здесь тоже общались, с задним епископом, так говорил. Но надо всегда понимать, что такое политика. И уже, я думаю, столько передать сделал. Мне кажется, все твои слушатели, они уже далеко давно просвещенные люди. Ну, политика дословно переводится в управление городом. Ну, дословно. То есть, иными словами, надо всегда понимать. Вот я учился в Российской академии госслужа. Как вам объясняли? Нам объясняли очень просто. Надо всегда понять, что когда ты несешь философию мысли, то есть, как образ жизни, эту культуру, ты несешь политику. Идеи несешь? Идеи несешь. Ты несешь политику. Если массы будут принимать, особенно если элиты будут принимать, тогда будут сниматься спектакли, фильмы, музыка, все. И это станет политикой жизни. То есть, это станет культурой и политикой жизни. Поэтому, когда верующие проповедуют активно и несут мировоззрение Христа, блаженный миротворцы, блаженный алчущий, жаждающий правду, ну, на горную проповедь, а говорят о Христе, о том, что Христос пришел, что, да еще разрушил дела дьявола, а какой дьявол рассказывается. Это и есть политика. Понимаешь? И в итоге, на самом деле, когда мы начинаем проповедовать, мы уже политики. И даже в Российской Академии Госслужбы говорят, что вообще экономика страны, благополучественная, она зависит от религии, которая была укорена в той или иной стране. Это не таком примете учили. Это развитие культуры и мысли. Развитие культуры и мысли, как развивалась философия мысли, там, греческая философия, почему в Китае такое, почему в России экономика, почему в Японии. Мы прямо изучали, и прежде всего надо всегда понять, что за каждой развитой страной, или не развитой страной, есть 200-300 лет той религии, которая как бы сформировала мировоззрение страны. Ну, например, если взять, допустим, Японию, да, у них конфуцианство смешанное с буддизмом, да, и вот они хотят все достигнуть, чтобы было все совершенно. И поэтому японцы, они, допустим, в экономике, они очень, как бы, неуспешны в разработке телефонов, таких мелких вещей. Почему? Потому что пока он несовершенен, они не могут выкинуть, это их не культура, это и политика их не жизни. Ну, допустим, машины и другие, они делают намного лучше. Понимаешь? Потому что это вот они, они всего, ко всему ведут совершенство. Допустим, если берем, допустим, тот же самый протестантизм, или, допустим, тот же самый Китай, если в протестантской культуре заложено следующее, что что, в Бог заложил тебе дар на служение людям, поэтому раскрою свой дар, чтобы людям было хорошо. Поэтому там очень быстро, и в Америке, и в Европе, быстро развивает малый и средний бизнес, чтобы технология это легко проходит. Например, если в православной идеологии смотреть, Греция, Болгария, Россия, Белоруссия, в православной идеологии, отцы православные, да, которые были, там у них было следующее, что главное, духовное развитие, как говорится, материальное или еще что-то неважно, потому что многие были ученики Диогена, а Диоген в духовности больше проповедовал. Соответственно, у нас, как говорится, мы всегда сосредоточены на том, чтобы царь что-то сделал, что-то придумал, поэтому творчество еще что-то есть, но это не развито, потому что у нас такая религия была. И поэтому всегда, вот даже в Российской Академии Госслужбы, там преподавали о том, что какая религия будет, такая будет и экономика, и дальше. И я вот тогда просто для себя очень многое взял. Почему, допустим, та же самая Южная Корея, она стала успешной? Ведь она 30 лет была колонией Японии. 30 лет. Ну и до этого отстала Япония. Мы тоже сейчас же видим, да? И до этого была отстала. Пришла война. Туда, поверь, вот я вот по Корее хожу, можно пройти 2-3 километра и церковь. 2-3 километра и церковь. И это такие огромные церкви. И там вечером кресты, кресты, кресты. И они такие, ну, видно, что... Не скажу, что 100% корейцы христиане. Там, говорят, чуть ли не больше 50% уже общества христиан. Скажем так, даже сам премьер-министр говорит, что в развитии Кореи повлияло очень много христианской культуры, христианское мировоззрение, понимаешь? Поэтому мы видим, допустим, если 50 лет назад еще там дорог не было, и сейчас это 10-11 экономика. То есть Корея переняла западный образ мышления западного христианства все-таки. Логического, не мистического. Рацию, главное слово. Рационализм. Это вот католицизм и протестанты этим отличаются. Ну да. Но я, конечно, здесь бы взял два в первую аспект. Первый аспект – это духовный аспект. Потому что если мы смотрим сегодня и в Европе, и в той же самой Америке, мы тоже видим, скажем так, не слишком-то хорошо находятся церкви. То есть многое, чтобы в Европе и в Америке было взято или возрождено из церкви. Но сегодня же ЛГБТ, там, ну как бы, ну много что там не так. И если смотрим, церковь-то пустеет. А почему пустеет? Потому что благополучие пришло. Ну, как бы, и они говорят, ну зачем нам Бог? Тот, который дал благополучие. Поэтому первично, конечно, это Христос. Первично – это сначала духовная сила. Первично. А вторично – это уже система, которую Христос дает. То есть раскрыть дары, дать духовную силу, раскрыть талант, раскрыть силу здоровья, силу лень на общество, силу команды. То есть это уже вытекающие из духовной силы. Поэтому надо всегда понимать, что даже когда был потоп Ноев, и хоть злые все были, кажется, уничтоженные люди, они утонули, да? Дьявол же не утонул. Через некоторое время опять же видим, что опять зло поднялось. Поэтому надо всегда нам, как постарам, смотреть, смотреть на духовный станет, кто правит человеком. Иисус же тоже сказал однажды Петру, отойди от меня, сатана. Почему? Ты думаешь не о том, что Божье. Ты думаешь о том, что человеческое. Поэтому мысли надо следить. Да, чем было? Она не или от рукава, или от Христа, или от Господа. Вот это надо смотреть. Придель вечно. А потом система. Потому что я смотрю, все люди смотрят на систему. Я даже тебе могу сказать вещи, которые, может быть, не популярны. Допустим, может, на твоем канале. Ну, надо сказать, Иосиф, например, тот же самый пример, да? Он же от монарха правил. Вроде бы авторитарный стиль правления. Ну, у Иосифа, у благочестивого были в руках эти самые правления. И все процветало. То есть, даже можно жить в монархе. Но если благочестивый монарх, все процветать будет. Понимаешь? Сама система, она, конечно, много что дает. Но суть заключается, элита, кто за ним стоит, что у них в сердце. Это маленькое число людей все-таки. А, ну, всегда так. А сколько? Почему тогда церковь не работает с ним? Почему все вот, ну, у нас, по крайней мере, в российской церкви опустилась до работы там. Или нас загнали. Я часто повторяю, или нас загнали, как будто в христианское гетто. Нам оставили, с кем, ну, с детьми нельзя уже, с подростками нельзя, с молодежью нельзя. Никуда не говоришь, ни школы, ни университеты, никуда-никуда-никуда. Оставили только бомжи, ну, в лучшем случае, и еще с наркоманами еще позволяют работать. И только, поскольку, ты знаешь, ребята уже сидят многие. Ну, да. Опять скажу, непопулярная вещь. Когда Иисус начал свою церковь и оставил 120 учеников, им тоже все нельзя было. Они тоже сидели в горнице и думали, надо сейчас выйти проповедовать, нас убьют. Они просто были утверждены в том, что Иисус есть Христос и есть миссия, которая выше нашей жизни. И они начали проповедовать, и в итоге мы уже знаем, чем это все закончилось. Важно не в том, что сколько и что не можно, а что нельзя. Важно в том, что ты с миссией жизни. Какая миссия жизни? За что ты готов отдать свою жизнь? Если жизнь ради Христа ради проповедания, то Бог обязательно разрушит. А если ты хочешь церковь иметь, чтобы она большая, чтобы тебе говорили, ты хороший пастор, смотри, тебе все можно, ты такой успешный, ты такой влиятельный, тебе везде приходят, ты на машине ездишь, ты тебе признаешь. Только Иисус же сам рассказал о фарисеях, чтобы вы к чему стремитесь. Вы стремитесь быть в дворах царских, одеты хорошо, все это. Ну, он же их назвал, пророждение их единое. Поэтому я все-таки смотрю, прежде всего, на офицеров, на священнослужителей. Кто возглавляет церковь? Духовно сильные люди возглавляют церковь. В моем понимании, в нашем, в России, духовно сильных людей разговариваются. Люди, например, даже задать вопрос, если тебе нужно сказать мнение Христа, и ты знаешь, что ты за это можешь лишиться головы. Как Иоанн Костейдин, как Еремия, как Даниил, понимаешь, как Седрак Месах Авдинага. Мы же этих героев. И себе задать такой вопрос, и ты понимаешь, и тогда ты поймешь, а есть ли у тебя сила. И вот у нас в церквях пришел, что дьявол принес в церквях? Это гуманизм. Главный человек – его благо, а не Христос его воли. И отсюда пастора начали больше угождать людям и себе, нежели угождать Христу. Мы-то должны всегда понять, может, духовный лиц, мы же перед ним дадим отчет. Ну, может быть, поэтому так мало учения духовных каких-то человек. Я не беру вот эти всякие глупые практики, там, хохота, там, еще чего-то. Вот их много сейчас порождает, как бы считается, что это особенно. Но это тоже какие-то, как бы, плотские такие, не боюсь показаться там, не учить духовным, а когда же все легко. Ну, знаешь, я вот, с одной стороны, печально то, что сейчас мы видим, что происходит в Америке, в Европе, в Украине, в России. Это печально видеть. Но надо еще, знаешь, еще понимать. Иисус же там четко говорил, что если дом на песке, он не устоит. И надо всегда понимать, что вот эти духовно сильные люди, вот если мы смотрим в историю, они когда появлялись? Когда либо были голоды, либо войны, либо какие-то очень сложные ситуации. Ну, когда появился Иосиф, когда появился Даниил, когда появился Сидрак Мисаков Нинага, Давид, ну, Еру, так берем, Моисей, понимаешь, это были самые сложные времена. Павел, Иисус, когда пришел, чтобы было все хорошо. Хорошо? Я думаю, что дом, что было построено не Богом, Бог будет разрушаться. И вот сегодня, когда я смотрел твою передачу, как вот, Духовный совет, духовенство России, как они говорили, это, ну, ты, можно просто бы заглянуть в Евангелие, видеть, какой Господь, какой Саданай. Ну, нужно понять, почему все так трясется. Потому что все это будет разрушаться. И Бог будет разрушать. Для чего? Чтобы мы потом, как священники, начали молиться. Или понимать, а значит, что-то мы неправильно слили. Потому что Божий не рушится. Божий не может потерпеть поражение. И тогда порояются вот эти люди, вот эти люди, которые действительно, независимо ни от чего, они сделали выводы. Я вот, когда, знаешь, было у меня время, когда меня 15 суток посадили, и тогда я такой смеялся такой, знаешь. Я, знаешь, что понял? Бесы там не уходят. И знание бесов там не работает. Пророчество, хохотушки. Там, что там еще у нас? Процветание. Там не работает. Там задает вопрос, кто я? Если я Божий человек, я должен это пройти со Христом. Если я со Христом, то независимо, где я нахожусь, Христос со мной. И тогда вот это все лишнее, то, что сегодня, вот я помню, вот с тобой когда-то давно говорили, были эти кламоты и исцеления, там все это самое. Ковид, ковид пришел, где есть, и исцелители-то были. А представляешь, а сейчас опять появились. А вылезли, ну короче. Опять, опять, как-то не стало, и опять исцеление. Комнаты пошли. Вот, я думаю, что... Хотя, казалось бы, идите в госпиталь, много раненых сейчас в своих действиях идут. Исцелите их, выращивайте ноги, руки и все остальное. Но нет, где-то конференция за деньги опять делают. Чудеса и знания бесов. Ну так вот, знаешь, я думаю, что сегодня христианству, вот в этих ситуациях, Господь дает четкий урок, чтобы мы посмотрели. Люди, офицеры, то есть, ну, те, кто священники, посмотрели на правильном ли мы пути. Потому что не все сегодня прошли испытания. И реально, ну, как бы, мы видим, что не всякие называющие себя пастором пастор или епископ-епископ, если исходя из изучения Христа. И каждый союз сегодня держится в заповеди Христа. Это я, ну, как бы, честно могу сказать. Потому что это можно просто взять международно, наши братья в Христе, это везде, нам нужно взять, поднять, посмотреть. Ну, знаешь, что я увидел? Тоже говорю, об этом часто и показываю, тоже у себя на канале. Что очень просто строить так, как строит государство в России, строить четкую, ясную пирамиду власти. Ни одно решение не на уровне, там, города или области не принимается самостоятельно. Все должно утвердиться в Москве, мы знаем, в мире. И то же самое, церковные структуры начали тоже так же выставить. Главных начальников себе избрали, которые не начальники, да, смысл, вот, как Христос говорил, будете служителями. С английского министра, да, министры все должны служить. Не они главные, там, на машинах с охраной, они должны служить людям. Для этого, как бы, вот вся демократическая система, она и построена. Выбираем людей, которые бы нас представляли, которые бы делали что-то для народа, для людей, решали вопросы, социального, там, ну, разных-разных-разных вещей. Но религия, да, и вера очень важны. Все города, вот вся история цивилизации, она говорит, показывает, что города строились вокруг храма, вокруг религии. Потому что только вера, только религия дает ответ на вопрос, зачем, зачем я живу. Рано или поздно люди начинают задавать этот вопрос. Зачем я пришел в этот мир? Какая польза в моей жизни? Или что, я просто так пришел, поел, сходил куда надо, там, оделся, потом, и все, через 70 лет я ушел с этой земли? Что в семинаре у нас, как вас учат? Что говорят? Надо всегда понимать, что, прежде всего, верующие должны иметь разницу между религией, отличать, и благой вести. И в чем разница между религией и благой вести? Но я религию взял исторически. Но я тебе могу сказать, что христианство тоже может стать религией. То есть, если мы посмотрим на иудеев, они периодически попадали в рабство, в колонию. Почему? Библия говорит, что они отошли от завета. То есть, Библия раскрывает духовную проблему. Почему человек несчастный? Потому что он не живет зависимо от Бога. То есть, если человек живет независимо от Бога, то у него разная может философская школа родиться. Демократия, там, не знаю, как бы... Это тоже несовершенная система. Потом, если мы берем феминизм, потом, мы же знаем, есть другие разные школы, которые хотят господствовать над людьми. Ведь Сатана-то что хочет? Он хочет построить Вавилонскую башню. И чтобы управлять страной, он в книге открыли, не везде написано, он избирает блудницу, религию, которой будут с ней блудодействовали все цари земные. И вином ее блудняли, все ее убивали. То есть, религия, она создана обслуживать власть. Вот смотри, три вещи. Я вам сделал то, чтобы управлять народом. Первое. Дал идолов, идолупоклонства. То есть, что? Кто-то должен жить ради детей, кто-то ради семьи, кто-то ради карьеры, кто-то еще ради чего-то. То есть, вот. Второе. Второе, ради чего человек живет. Люди, дьявол освоил, это мистика. Поэтому люди очень мистичны. Кто-то приходит, надо ему сесть в Русалиму, кому-то в Мекку, кому-то на Источник, кому-то в Священную. Что я приду, я совершу обряд, и будет все хорошо, и то, что я лично, я хочу, мне Всевышний дадет. И третье. Религия. Религия говорит, будешь жить так, 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 у тебя все будет хорошо. В одной религии, говорит, будешь жить по закону шариата, будет хорошо. В другой религии будешь подчиняться полностью власти, будет жить хорошо. То есть, понимаете, религия, она всегда обслуживает власть. Но когда Иисус пришел, он не пошел к Керсулю, чтобы его обслуживать, и не пошел к фарисеям. Он пришел, нести в благую весть. Он говорит, как надо жить с Богом, любить Бога и любить людей, жить в завете с Богом. Понимаешь? И по сути дела, он в чем дело? Он совершил волю Отца. И в итоге мы знаем, что Он умер, Он воскрес. И вот через некоторое время мы понимаем, как культура изменилась. Поэтому ответ только Христос. То есть, там, где, вот, когда люди говорят, надо жить хорошо, правильно, ну, так же говорят и мусульмане, так же говорят, и неверующие, так же говорят и буддисты. Не пей, не гули, не матерись, живи правильно. Все это. Ну, они секрет. Ну, смотрите, проблема-то не решается. Расприз, споры, гнев. Почему? Потому что Бог у нас в сердце. Поэтому, потому что мы не, как бы, сами себе боги. Мы хотим, чтобы Бог нам служил. Мы хотим свои амбиции исполнить. И мы ищем людей, которые, по-моему, будут согласятся с нами. А Иисус, почему поставил учеников? Он сказал, говорит, всегда говорите. Меча поет на острове. Разделяйте. Духовное, душевное. Мы духовные люди. Мы должны жить духовно. Согласно Божьей Боге. Но вот учение о том, чтобы разрушать дела дьявола, мы только затронули частично. Я думаю, нам надо продолжить об этом говорить. Поднять это на... Это очень глубокий вопрос. То, что игнорирует церковь сегодня, можно и так сказать. Мы столько видим сегодня, не замалчиваем. Вы знаете, в чем я вижу проблемы? У нас совершенно... Вот не наша церковь, любить Бога, ненавидеть грех и жить жертвенной жизнью. Это вот та философия, в которой я живу, которую уже многие десятилетия передают церковь. Понимаешь, вот первое, любить Бога, ну, проповеди звучат везде, как, что и как. Но ненавидеть грех... У нас общество сегодня настолько толерантно, люди говорят, ну, зачем листья? Моя хатстра, ничего не знаю. Зачем я за это буду высказываться? За это, за то, за третье. Зачем надо правителю говорить что-то? Люди разучились ненавидеть грех, научились жить рядом со грехом, существовать, удобно вместе. Ну, то есть, я тебя не трогаю, а ты меня не трогаешь. Понимаешь? А Христос же учил ненавидеть грех и возненавидел беззаконие. Ненавидеть – это сильное чувство, которое рождается по какой-то причине. Мы знаем, да, там, гнев из ненависти может быть. Это всегда внутри человека рождается. И люди, и церковь, мне кажется, верующие люди совершенно разучились ненавидеть грех. Потому что, когда ты ненавидишь, ты не пройдешь в ненависть. Просто в тебе клокочется, тебе поднимается все, и Бог дает тебе мудрость, и как сказать об этих вещах? Ну, да, ну, я, конечно, опять же, могу сказать, просто бы немножко чуть-чуть диспут. Я думаю, что надо. Но, во-первых, я опять же скажу, любить Бога, ненавидеть грех, любить давать. Это же можно так же обнести к мусульманам, буддистам, к ассенам. Это универсальный право. Вот в моей идеологии звучит, во-первых, Христос. То есть, это Христос, это тот, который победил сатану, который умер и воскрес. Это не пророки разные, не еще кто-то. Потому что, если ему надо всегда понять, если Бог, то кто является Богом? То есть, потому что сейчас есть новая эра, вот есть три организации, масоны, новая эра, и иудейская организация, которая, в принципе, задача, которая управляет этим миром. И новая эра, они говорят о том, что все религии ведут к одному Богу. Поэтому наша задача, ну, прежде всего сказать, кто является Богом? Это Христос. А дальше, если Христос, то что? Он пришел стать хозяином жизни, не просто спасти меня. Вот здесь два стадия, когда человек просто спасается, принимая Христа, а когда он становится хозяином. То есть, когда Иисус пришел, он взял учеников. Их три года учил, он говорит, кто я? Матфея 16. Он говорит, ты есть Христос. Там, ты сначала, Илья, Иеремия, помнишь? А кто такие Илья, Иеремия? Один молился, чудеса сходили, Иеремия сострадал людям, ну-ка любил давать, как ну-ка говорится, или там это, а Иоанн Креститель, это закон правильный, неправильный, только он возмутился, порождение Ехидин, и вот серп на вами, понимаешь? А Петр говорит, ты Христос. Он говорит, на всем камнем построить церковь, продады, не одолеть. Поэтому, когда они пришли, поняли, что откровение Христос, тогда Христос уже стал не просто спасителем, он стал хозяином. И вот здесь вот разница. Когда Христос хозяин, я уже всю свою жизнь строю так, чтобы воля Божья совершалась во всех моих сферах, где бы я ни был, я не живу для себя, я волю Христос проявляю, а в этом и проявляется, я говорю, имею смелость говорить. Почему? Потому что я знаю, если я здесь не оживлю человека, не скажу ему слова Христа, не помолюсь, не противостою ту духу, которая за ним стоит, кто его руководит, это он упадет, рядом с ним люди упадут, он сделает зло много, понимаешь, и оттуда же все. И вот я вот сейчас в церкви всегда учу, прежде всего надо задать вопрос, во-первых, кто твой Бог, а во-вторых, кто хозяин твоей жизни. Потому что многие говорят, я верующий. Но живут как хотят. А хозяин их жизни и их плоть. Они живут для себя. Понимаете? Они живут ради своего удовольствия. Просто загляните священникам в инстаграм, загляните на ихние фейсбуки, загляните и послушайте, кого они рекламируют, себя или Христа, какую жизнь они рекламируют, что они говорят. Я к нам однажды священник один приезжал, которого ты не очень долюбиваешь, и как начали говорить, пришел, приехал, член того, член того, член того, член того, как давай член, знаешь, чего он член? Я такой, одного священника говорю, да, Сергей, ты к нам член приехал. Понимаешь? Ну, то есть, ну, если, ну, это самое, ты божий человек, ты должен, прежде всего, представлять Бога, а не себя, не свой союз, не свои титулы. Ты пришел, ты слуга, ты, если он хозяин, представляй Христа. И вот всем вот этим ребятам, которые, там, эпископы, ну, задайте себе вопрос, вы кого себя представляете? Не важно, ну, знаете, ну, как бы, мы почему себя хотим показать, что мы какие-то крутые, мы какие-то, ну, мы что, хотим поклонять себе, чтобы люди нас слушали, но нами восхищались. Ну, много и то, очень много таких. так вот, поэтому сегодня происходит, вот то, что происходит сейчас с Россией, в Украине, то, что происходит в других странах, священники, они, например, возлюбили, вот, знаешь, себя, сущности их нет, они, они не поняли, кто за их имен Бог, они не поняли, что Христос, Он придет судить живых и мертвых. Поэтому я учусь в следующем, может быть, две заповеди просто, Христос, и Он хозяин жизни, а дальше, просто Он будет руководить твоей жизнью. И вот, и почему мы, и здесь, есть большая тайна, большая тайна, если Христос, и Он хозяин жизни, то Риме на 8.28 написано, любящим Бога все содействует к благу. Даже в гонениях, тогда происходит Божий план в своей жизни. И Божья воля обязательно совершится. И даже не надо никого бояться. Почему? Потому что Христос уходит. Спасибо, Андрей. Спасибо, епископ. Есть очень хорошее место в Писании, великое приобретение, быть благочестим и довольным. Великое приобретение. То есть, это что-то большое, что-то должен приобрести. Приобрести просто так-то не получится, надо что-то заплатить, какую-то великую цену за великую вещь. Ой, я даже знаю ответ на эту вопрос. За то, чтобы быть довольным и жить благочестиво, то есть, благая честь от тебя шла, одна добрая честь, твоя добрая жизнь, добрые поступки, все о тебе говорили. Это великой цены стоит. Ее надо заплатить. Не все хотят ее платить. Ой, можно я скажу, наверное? Да, конечно. Когда Бог создал человека, человек был счастлив, знаешь почему? Когда он начал жить, когда Бог был в нем. Понимаешь? Если Бог с тобой, не важно, есть ли у тебя деньги или нет. Не важно, гонит тебя или не гонит. Если даже, как в Сауме 20, господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Понимаешь? Христос пришел для чего? Чтобы опять вкопать в сердце человека и быть ему наилом. Понимаешь? Поэтому я радуюсь и счастлив, что Христос вон за меня. Он со мной. А если он со мной, я доволен всем, что происходит в моей жизни. Гонит меня. Аллилуйя. Не гонит. Аллилуйя. Получился жить, как Павел говорит, из худости и в радости. Все могу, все преодолеваю. Возлюбивший меня, Господи Иисус Христос. Почему? Он со мной. Понимаете? Вот это люди, которые не осознали вот это приобрести, это осознать, что я эмануил с тобой. Это самое большое приобретение, что можно человек... Павел, насколько он был фарисей-фарисеев, непорочен в законе. То есть он мог все, знаете, он человек из высших рели. Он говорит, когда я понял, что Христос, я, говорит, от всего отказался. И все почитаю за ссор. Потому что он не Христос. Я нашел Бога, с которым я живу уже сейчас. Понимаете? Можно жреть здесь, на земле, уже жить в вечности. Понимаешь? Вот это вот. И вот это довольство. А дальше, ну, понимаете, дальше будет духовный рост, конечно, будет зрелость, конечно, еще будет. Но даже если, вот я своим верующим хочу сказать, даже если вы сегодня еще полгода верующий, или недели верующий, вы уже научитесь наслаждаться. Почему? Бог с вами. Если Бог с вами, значит, все в вашей жизни в Божьем плане. Не бойтесь, не переживайте. Просто начните Божьем. Вот тут, вот меня, ты же знаешь, меня судили, судят, как бы вас. Ну, тебя тоже судили. Я знаю, ты по судам там, у него ходишь, я в судах. Знаешь, я радуюсь, когда меня в суды тащат. Почему? Потому что Павла тащили. Сколько героев Божьих тащили? Это же возможность проповедовать. Это значит, ну, как говорится, будут, меня гнали, будут знать и вас. Мои слова слушали, будут слушать и ваши. И это же вот, ну, это же классно. Тебя, тебя обвиняют, что ты какой-то там неофашист, там, пытается твоё доброе имя там, там, смешать с грязью. На меня сколько этих передач. Ну, понимаешь, если на всё это обращать и говорить, извините, я не такой, я порядочный, я это, до 200 лет. Понимаешь, я знаю, что во мне Христос, я знаю, что в тебе Христос, я смотрю, что Бог производит в тебе, я смотрю, что Бог производит во мне. Я знаю, что для России есть будущее, когда есть священники, которые Христа поставили в основу своей жизни. Аминь. Друзья, давайте эту передачу закончим на этой доброй ноте. Ещё раз скажем, что с вами был я, епископ Альберт Радки, наш канал «Взгляд с небесный». И сегодня в гостях у нас был, ну, я скажу, неординарная личность, не буду перечитать твои титулы, потому что они не важны для нас сегодня. Важен Христос, который есть внутри нас. Благословляем вас, подписывайтесь, ставьте лайки, раскидайте это видео как можно больше по своим соцсетям, своим друзьям. Пошлите это видео вашему пастору, если вы смотрите нас в вашей церкви. Попросите его подписаться на канал и на канал Андрея Матюжова, Кемеровская. Ну, у меня есть церковный канал, есть телеграм-канал Матюжов Андрей, там я выкладываю свои мысли, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал или на ютуб-канал Кемеровская Пратистанская церковь, там только чисто богословские диспуты идут. Можете задать вопросы. Благословляем. Спасибо. Всего доброго, друзья. Продолжение следует...